Кудовую гирю курсант 2 подбрасывает в воздух, словно игрушку. Всем неравнодушным к этому снаряду объясняет. Рукоятку не нужно сжимать ладонью, достаточно силы одного пальца. Впрочем, сам феерий чувств от своего выступления не испытал. Жюри не позволило спортсмену поджечь гири. Была такая задумка, хотел поджечь гири и жонглировать горячей гирей. Но, увы, запретили, так как требования безопасности тут не позволяют этого. А так было бы эпично. Но даже с горящими гирями Дмитрию было бы сложно соревноваться с 21-летней ушуисткой, двукратной чемпионкой Европы, многократной чемпионкой мира и мастером спорта России Александрой Саковской. В свое время студентка БГПУ бросила в факультет иньяза и поступила на факультет культуры и спорта. Поняла, боевое искусство и знание оружия, в том числе и иностранного, интереснее. Короткое оружие – это как минимум джянь, дао и нань дао. А длинное – это тянь и гунь. Еще есть нань гунь. Тянь – это копье, гунь – это палка, а нань гунь – это палка другого вида, южного направления. Участники представили на суд жюри 8 видов спорта – плавание, волейбол, баскетбол, легкую атлетику, теннис, ушу и гиревой спорт. Но показательные выступления были только разминкой главному – сдачи норм ГТО. Качали пресс, подтягивались, метали гранаты, бегали на 3 километра. В прыжке с места, перепрыгнув норму почти на 40 сантиметров, спринтер Кирилл расстроился. 2 метра 79 сантиметров. В принципе, это на 39 сантиметров выше, чем норма ГТО 2,40. Но, в принципе, для легкого атлета можно было бы и поилучше. Результаты состязания огласят на торжественном закрытии конкурса 4 мая. А победитель, напомним, получит не только звание студент года 2017, но и денежную премию. Оксана Курбатова, Константин Волков, программа «Город». Курбатова, Константин Волков, программа «Город».